Наши люди привыкли доверять доллару и при малейших проблемах бегут покупать доллары, потому что доллар всегда растет, но в последнее время доллар стабильно падает. Почему это происходит? Люди разочарованы, они в недоумении? Давайте разберемся. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. На самом деле, в последнее время все говорят, что напряженность Украина, война и так далее, нагоняют страха и говорят, что сейчас будут санкции, не детские и так далее. И надо спасаться, спасайтесь, кто может, и по идее в такие моменты доллар должен расти к рублю, то есть рубль должен падать. А этого не происходит. Почему этого не происходит? Здесь есть несколько факторов. Давайте попробуем разобраться и подумаем, будет ли расти доллар в ближайшее время и когда. Итак, смотрите. Ну, прежде всего, действительно геополитика, действительно в последнее время Россия внезапно вдруг выдвинула какие-то претензии к НАТО. Началась вот эта истерика. НАТО пригрозило, что будет вводить новые санкции, потому что там какие-то массированные учения на границе с Украиной. Там Россия грозится захватить Украину. Есть публикации о том, как это все произойдет, когда это произойдет и так далее. Но на самом деле, действительно, мир перешел в какое-то турбулентное состояние. И в этом состоянии, как правило, что делают иностранные инвесторы? Они уходят из России. Ну, в принципе, там уже все, кому надо, ушли, насколько я понимаю. Но одно событие как-то промелькнуло, и оно осталось незамеченным. А это очень важное событие. Я вот листаю ленту и смотрю, ЦБ прекратил покупать валюту. Ну, с какого-то момента было объявление, что Центробанк перестает выкупать. Ну, вот там бюджетное правило есть, что если нефть дороже, так сказать, там какого-то курса, то, значит, Центробанк выкупает валюту. А он перестал ее выкупать. До этого Центробанк выкупал значительные объемы на бирже валюты. Об этом сообщается на сайте Центробанка, значит, какое количество куплено, значит, там буквально ежедневно, там или там сколько-то в неделю, они там как-то распределяют и выкупают это количество валюты. Так вот, Центробанк объявил, что с 1 февраля перестанет покупать валюту. Давайте посмотрим, к чему это привело. Вот сейчас вы видите график. Смотрите, вот здесь с середины января мы знаем, что вот он январь, там 13 января. Мы знаем, что значительно усилилась международная напряженность, потому что Россия там выдвинула требования о предоставлении гарантии безопасности и резко доллар пошел вверх к рублю. То есть рубль начал падать. И вот она вот, значит, 27-28 января, значит, Центробанк объявляет, что он не будет покупать валюту. То есть Центробанк не будет покупать валюту, и это значит, что огромный объем валюты, которая, так сказать, как бы предназначалась для... Ну, как бы люди бегут покупать валюту, например, да, или продавать валюту, значит, а ее никто не покупает. Соответственно, ну, валюта начинает дешеветь. То есть предложение сразу моментально, ну, как бы уменьшается, и это привело к резкому снижению. Вот, смотрите, постоянно-то, каждый день курс доллара к рублю падает. К тому же начались переговоры, и вроде бы какие-то усилия идут международные и так далее. С Путиным уже кто-то встречается, там то, значит, Макрон, то с Байденом переговоры. И вроде бы, значит, там Олимпиада в Путине, вот, в Пекине, соответственно, ну, вроде бы война вроде как немножечко пока откладывается. И ее, может быть, совсем даже не будет. Вот, и как-то вот напряженность спадает с одной стороны, а с другой стороны Центробанк перестал покупать доллары. Соответственно, рубль стал укрепляться, и доллар начал падать. Надолго ли это происходит? Да, второй фактор. Второй фактор, смотрите, у нас есть инфляция. И у нас люди начинают меньше зарабатывать денег. То есть просто физически люди начинают меньше зарабатывать денег, меньше кладут денег, меньше откладывают. Соответственно, и я вот вчера или сегодня прочитал новость о том, что в этом году количество вот за январь выданных кредитных карт увеличилось в два раза, я не знаю, относительно чего. Просто такая новость. То есть люди начинают залезать в кредиты, им не хватает денег, потому что цены очень-очень здорово выросли. И поэтому люди, вот сейчас только что пытался найти эту новость про то, что Центробанк перестает выкупать доллары. Соответственно, значит, я почитал там на сайте Банкста о том, что люди начали больше продавать доллары, чем покупать. То есть, ну как бы запасы заканчиваются. Это тоже фактор. Никто не хочет покупать доллары, потому что просто не на штаб. Вот. И еще один фактор, сразу вот, еще вот так в довесочек о том, что в ближайшее время, буквально завтра, Центробанк собирается, значит, на очередное заседание. И на этом заседании будет рассмотрен вопрос о дальнейшем повышении ставки, потому что инфляция не остановлена. И все сходятся ко мнению, что, в общем-то, ставка будет поднята на 100 базисных пунктов, то есть на 1%. Сейчас она 8,5%, будет 9,5%. А это приведет, ну как бы все эксперты уже, ну, закладывают это дело в стоимость рубля. И, соответственно, это приводит к укреплению рубля еще, значит, вот один фактор. Что будет дальше? И пора ли покупать доллары? На самом деле, смотрите, ну, Центробанк уже перестал выкупать доллары. Значит, один фактор уже, как бы, снят со счетов. Ставку буквально завтра поднимут, и, скорее всего, там никаких неожиданностей не будет. Если не будет никаких неожиданностей, то это уже не приведет к дальнейшему укреплению рубля и к дальнейшему падению доллара, а просто, ну, как бы, будет зафиксировано, и все скажут, ух ты, значит, как бы, и скорее доллар вырастет, чем упадет завтра. Буквально завтра, в четверг. Что еще происходит интересного? А интересное происходит следующее. Посмотрите, это вот мы рассмотрели пока те факторы, которые доллар к рублю. А что же происходит с долларом в мире? А в мире доллар, вот он, DXY, это индекс доллара по отношению к корзине основных валют. Но вы видите, что здесь не такие большие колебания, но доллар тоже в последнее время несколько приспустился. К корзине остальных валют, но это именно доллар опустился, не рубль поднялся. Понимаете? То есть, вот он еще один фактор. И это же произошло тоже самое именно с 28 января. Что ожидается в ближайшее время с долларом в США? А в США то же самое. В США тоже есть инфляция. И она сейчас колоссальная. И сейчас американцы, ну как бы для американцев самая большая головная боль, это борьба с инфляцией. Как центробанки борются с инфляцией? С инфляцией центробанки борются повышением ставки. В России ставка уже поднята, ну немыслимо, до 8,5%. Завтра поднимут еще на 1%, это 9,5%. А США еще не начинала поднимать ставку. И даже программа КУЕ до конца не свернута. Так вот, в США сейчас пока еще даже печатают доллары. Пока еще. И только к марту собираются полностью прекратить программу КУЕ, количественного смещения. То есть, вот они ее завершают. И это уже привело, вот здесь вот, когда было объявлено, видите, вот, ну доллар вырос. Вот, сейчас он, ну как бы перестал расти. Что произойдет в марте? А в марте месяце ФРС собирается на заседание, это то же самое, что у нас центробанк. И там будет принято решение о поднятии ставки. И поднятие ставки будет беспрецедентным для Америки. Ну, то есть, не то, что беспрецедентным, очень высоким. На 1% также ожидают, что ставка поднимется. То есть, сейчас она, ну, ноль, а будет 1%. И это очень много для Америки, потому что это приведет к увеличению стоимости кредитов, ипотечных кредитов, так сказать, это приведет к тому, что недвижимость становится не такой выгодной. И там, ну, масса всяких интересных вещей. То есть, американцы, Паул, надеются, что это позволит остановить инфляцию. То есть, смотрите, завтра ставка центробанка понизится. Все это уже в цене доллар-рубль заложено, я считаю. И поэтому, если, ну, вот посмотрите, здесь это дневной график. И вот по дням, видите, вот доллар падал, 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 и рубль укреплялся. Завтра ставка поднимается. Все это уже заложено в графике. Нижние, так сказать, практически достигнут порог полосы Бойлинджера. Вот здесь мы видим локальный, как бы, уровень поддержки. Что это значит? Скорее всего, здесь падение доллара к рублю прекратится. И доллар потихонечку начнет расти. Вот, как бы, мое мнение. И он будет расти. Почему? Потому что приближается март, а в марте уже доллар начнет расти. Во-первых, относительно всех остальных валют. А, во-вторых, ну, ожидается, к тому же, падение фондового рынка в США. Все пойдут в доллары, весь мир пойдет в доллары. Падение фондового рынка США ожидается в марте, потому что ставку повышают, опять же, и программа КУЕ сворачивается. И поэтому все побегут в доллары. Весь мир тоже начнет, во всем мире фондовые рынки начнут падать. Все побегут в доллары, стоимость доллара резко начнет расти. Во-первых, во всем мире. Во-вторых, к рублю то же самое. Ну, что значит резко? Ну, как бы, в разумных пределах, естественно, не надо там без фанатизма особого. Вот, поэтому я считаю, что доллар перестанет падать. Надо ли покупать доллары? Ну, я считаю, что доллары покупать не надо традиционно. А надо покупать те активы, которые вырастут в долларах. Ну, всегда я говорил, что покупайте акции, но те акции, которые, во-первых, в долларах, они, скорее всего, упадут, как я уже сказал, потому что все фондовые рынки начнут падать. И лучше всего покупать то, что вырастет в долларах наверняка, это облигации. Облигации в долларах. Облигации в долларах называются евробонды. И об этом я хочу снять следующее видео. А на сегодня все. Лайк, подписка. И смотрите, не пропустите следующее видео, потому что я расскажу про евробонды. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий.